Понятие «ментор» берёт начало в древнегреческой мифологии. Сегодня это слово может иметь несколько смыслов, но главная суть – это наставничество. Чтобы оно было доброжелательным и партнёрским, и вовсе не имело пресловутый менторский тон, это и есть главная задача образовательной программы. Представляют её руководители Департамента образования Москвы. Директора столичных школ постараются определить процедуры группового взаимодействия, выявить потребности менторов и представить ожидаемые результаты. Таким образом смотивировать профессиональный рост руководителя как ресурса развития системы столичного образования. В сессии принимают участие и руководители сочинских инновационных площадок. Инновационная деятельность – это вообще двигатель прогресса и повышение эффективности любой деятельности. В Сочи инновационная деятельность приветствуется, и мы ставим такие задачи перед нашими образовательными организациями. Она возрождается. На сегодняшний день у нас 20 муниципальных инновационных площадок и 10 краевых, причём представлены все виды и типы учреждений. Менторское сопровождение для сочинских дошкольных учреждений дополнительного образования, также общеобразовательных организаций – новый вид деятельности. Подробно с ним руководители инновационных площадок курорта смогут познакомиться в ходе мастер-классов и круглых столов. Вместе с московскими коллегами они постараются сформировать наставничество как бесконфликтное партнёрство, а также разработать и выполнить управленческий проект. Руководители одной из крупнейших школ Москвы, где обучается около 5000 человек, уже знаком с такой практикой. У меня работает по принципу индивидуального учебного плана. Это принцип, когда десятиклассники вообще в принципе не образуют классов. Они определяются как вузы в формате потоков, то есть есть один десятый класс, ну очень большой, там может быть 150, как в моём случае, человек обучающихся, но они внутри этого своего единого потока распределяются на группы. Все инновационные методы и направления в обучении, естественно, должны вестись под руководством опытного специалиста. Тут-то и важна профессиональная техника наставничества. Результаты работы стержневых менторов участников выездной сессии будут оценены экспертами. Показатели эффективного взаимодействия наставника и стажёра станут материалами для презентации программы в Департаменте образования Москвы. Также планируется создание межрегионального сообщества управленческих кадров образовательных организаций столицы и руководителей сочинских инновационных площадок. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.